Ну и зачем так делать, я реально не понимаю. Как всегда, в конце видео будет итог. Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Обзор Электроинструментов и с вами Николай Дотошный. Сегодня у меня на обзоре две эксцентриковые шлифмашины от торговой марки DWT. Это модель EX03-150D. И модель EX03-125D. Я буду их разбирать и вместе с вами смотреть, что внутри. В комплект 150 модели входит инструкция по эксплуатации, мешок-пылесборник и три шлифования бумаги. Комплектация 125 модели, также инструкция по эксплуатации, мешок-пылесборник и три шлифовальные бумаги. Пробежимся быстро по характеристикам. 125 модели указали мощность 380 Вт и количество оборотов А6000 до 13000 оборотов в минуту. В 150 модели указали мощность 300 Вт и количество оборотов 12000 оборотов в минуту. Как вы уже догадались, 150 модель идет с шлифовальным диском диаметром 150 мм. Ну и 125 идет с диаметром 125 мм. Длина сетевого кабеля у обоих составляет 2 метра и с сечением 2х0.5 мм. И сам кабель по себе жесткий, пластиковый. Друзья, на что я обратил внимание, взяв шлифмашинки в руки, что у нас кнопка в 150 модели. Она у нас ползункового типа. Это очень удобно. Но в 125 модели совершенно другая кнопка. Она у нас идет обычная, как у болгарок. Но эта кнопка удобна только для правши. Если мы работаем, не хотим фиксировать, мы себе работаем спокойно. Но для левши эта кнопка неудобна. Так как наш предохранительный фиксатор, он выступает очень сильно. И при хвате левой рукой автоматически фиксируется. По габаритам данные шлифмашинки практически одинаковые. Верхние рукояти у нас идут прорезиненные. Что мне понравилось, друзья, в 125. Есть возможность держать за переднюю рукоять, которая ставится у нас в разное положение. И есть также возможность держаться рукой за основание вот этого выступа корпуса. В 150 есть только возможность держать за переднюю рукоять. Но она, как по мне, слишком тонкая. В 125 она более удобная, широкая. За основание корпуса держать уже неудобно. В принципе, одной рукой сверху можно держать. Да, здесь удобно одной рукой. В 150 держать, а в 125, ну в 125 немного неудобно, разве что как-то приспосабливаться. В 150 более удобнее держать одной рукой. Так, подключила их к сети. Попробуем, как они работают. В принципе, 150 включил, работает хорошо. Сильные вибрации на руки неощутимы. Но слышно сразу по звуку, что в 125 обороты больше. У него 13 с отморозом. Минимальная оборота. Тоже я бы не сказал, что сильная вибрация идет на руки. Хотел еще показать такой момент. Взял бумажку, как работает крыльчатка, трубинка, которая гонит воздух. Она реально гонит сюда воздух. Будет видно по бумажке. Это у нас была 150, а сейчас 125. Хочу сказать, в 125 из-за количества оборотов сюда идет больший поток воздуха. Но если регулятором убавлять обороты, соответственно и поток воздуха будет идти у нас меньше. Вот я взял заготовку, доску и поставил наждачку. Попробуем, как она ведет себя в работе. 150 она. Ну, в 150 я держал ее одной рукой. Немного была вибрация на руки. Такая ощутимая вибрация была. Сейчас я попробую 125 модель. Вы знаете, реально в 125 модели работает приятно. Ну, вибрации такой на руке нету, как у 150. Сейчас попробую 125 модель на минимальных оборотах. На единичку выставил. Сейчас попробуем. Я бы не сказал, что она захлебывается. В принципе, шлифовать годится на минимальных оборотах. Вот 125 даже в мешочек подсобирала пыли. Друзья, а в 150 пыли вообще практически не подсобирала. Чуть-чуть. О чем я и говорил, что в 125 у нее турбина лучше работает. Лучше выдавает пыль. Ну что ж, поехали разбирать. В общем, друзья, сняли я подошвы с обоих шлифмашин. Что хочу сказать. Они взаимозаменяемые. Сюда может подойти 125, а на 125 может подойти 150. Подшипник стоит под номером 6002. И у обоих шлифмашинок одинаковые фирмы подшипников. Это CXPZC. В 150 шлифмашинке видим какая толстая подошва. И она у нас немножечко гибкая идет. Вот эти все края гибкие. В 125 потоньше. И тоже имеет такие вот по краям прогибы. Скажу сразу, чтобы добраться до щеток, нужно будет разобрать полностью половину корпуса. И тогда мы добираемся до щеток что в одной, что в другой шлифмашинке. Хочу показать как в 150 модели, вот эта кнопка СУВАК, как у нас все продумано, сделано. СУВАК вот снимается, а внутри вот обычная кнопка, обычная кнопка. Включать и выключить. Кнопка у нас идет 10 амперная. В 125 модели кнопка идет совсем другого типа. Она у нас 5 амперная. Регулятор оборотов с платы у нас сделан все аккуратно. Не наляписто все. Все на своем месте. По традиции я хочу сделать замеры угольных щеток. Может когда-то кому-то пригодится. В 150 модели у нас идет 6 на 5,5. В 125 модели 8 на 5 миллиметров. Щетки тут обычные, без отстрелов. Но что мне нравится, так как они здесь поставили короткие пружины. И как видно щетка наша не вылазит до конца. И пружина не будет вредить коллектор. И так же сделано это в 150 модели. Точно так же они поставили очень маленькие пружины. Щетки наши до конца не вылазят. И пружина не будет вредить коллектор. Вот добрался я до якорей. Турбины, которые гонят в воздух у нас абсолютно одинаковые. Эксцентрики так же один в один. Крыльчатки тоже одинаковые. А вот якоря немного отличаются. Как видно не вооруженным глазом, что от 125 якорь будет больше и мощнее. Я не понимаю зачем на 150 диск ставить такой маленький двигатель в 300 ватт. Так, по традиции хочу замерить якоря. Якорь от 150 у нас имеет 37 мм. Коллектор 23,5 мм. От 125 шлифмашинки 37 мм. И коллектор уже у нас идет 25,5 мм. Но длина металла совсем разная. Здесь у нас идет 34, а в этом от 125 уже идет 45 мм. Подшипник в 125 у нас стоит под номером 608. А в 150 стоит уже меньший 626 подшипник. Друзья, даже такая мелочь, как балансировка. Это якорь от 125 модели. Смотрим, как здесь аккуратно сделана балансировка. Ну, такая балансировка сделана на более лучшем оборудовании. А в 150 видно кустарным таким методом посрезали, как в каком-то, скажем так, дешевом китайском инструменте. Хочу передать заливку якоря от 125. Ну, заливка желает лучшего. Вообще не залито. Видно, проводки просветляются. Также 150 шлифмашинка. Точно такой же коллектор. Возле ламельная часть не залито. Скажем, тоже желает лучшего заливка. Ну, еще хочу показать такой момент. Не знаю, камера передаст или нет. Что в 150 модели сечение провода намного тоньше. Вот видно. Вообще проводки как паутина какая-то идет. Здесь у нас 150. Я думаю, что это будет видно. Сечение провода тоньше в разы. А почему плохо, что не дали заливку якоря? Видно, вот здесь у нас вентиляция. Сюда идет всас воздуха. И может быть, это же работает в столярном цеху, да? Попадает сюда стружка, кусочек какой-то. И непосредственно вот он залетает в якорь и перебивает наши проводки. И все, и повреждает якорь. Но 125 этот момент немного лучше продуман. Скажем так, не видно дырок для отверстий для вентиляции. Они немножко у нас под углом. Они не так будут попадать. Вот с другой стороны видно. Они немножко у нас идут под углом. Катушки статора у нас идут обычные, не бронированные. Смотрены витки изоляционным материалом. И сейчас замерую катушки. Это у нас 35 мм идет от 150 модели. И 45 мм у нас идет от 125 модели. И тоже немного заметно, что в 125 сечении провода толще, чем у 150. И здесь как-то все халтурно сделано. Видно, проводки вот тогда неаккуратно смотаны. И здесь, и с этой стороны, что скажем, что в 125 такого нет. Она более аккуратно сделана. Ну что ж, друзья, будем подводить итог. Как показал процесс обзора, 125 шлифовальная машина имеет больше преимуществ. А именно, в 125 приятнее работать, чем в 150. Меньшая вибрация на руки, это ощутимо. Плюс в 125 больше обороты и есть регулятор оборотов. Это тоже очень большой плюс. Но в 150 мне больше понравилась кнопка ползункового типа. Это удобнее, чем в 125. Ну и, друзья, двигатель. Конечно, двигатель это сердце инструмента. Однозначно в 125 лучше, мощнее и качественно сделан двигатель. А всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Пишем, пожалуйста, комментарий, опыт использования своих шлифмашин. Так как людям будет интересно зайти и почитать отзывы. И не забываем ставить лайк, кому понравилось. А кому не понравилось, смело ставим дизлайк. Всем удачных покупок!